Здравствуйте! В эфире экспресс-выпуск программы «Детали дня» в студии Мария Морозова. Праздничные дни в Заречном прошли без серьезных происшествий. Об этом сегодня сообщают чрезвычайные службы города. Пожарные ни одного возгорания не зафиксировали. О драках и нарушениях общественного порядка правоохранители не сообщают. А вот ситуация на дорогах города не столь радужная. За 8 дней 2013 года на территории Заречного произошло 18 ДТП. Пострадали 4 человека. Одна серьезная авария произошла под самый Новый год на трассе Екатеринбург-Тюмень. Пострадала 15-летняя девочка. В тяжелом состоянии на вертолете медицинной катастроф ее доставили из медсанчасти номер 32 в областную больницу. Двухмесячный ребенок серьезно пострадал в результате столкновения двух иномарок. Авария произошла на 22-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень. Девушка 91-го года рождения за рулем Субару направлялась в сторону Екатеринбурга. На трассе она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Черри. В момент аварии пассажир Субару держал в руках двухмесячного ребенка. Он-то и пострадал больше всех. Ребенка увезли в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму. В ДТП также пострадала и его мама, водитель Субару. У нее перелом ключицы. Задачи по развитию территории в 2013 году получили главы муниципальных образований Южного управленческого округа. Градоначальники собирались в Заречном накануне Нового года. Среди приоритетных задач – регулирование системы жилищно-коммунального хозяйства, развитие социальной сферы и сокращение неэффективных расходов. Еще одна первоочередная задача – строительство детских садов. Перед градоначальниками поставили цель полностью обеспечить местами детей от 3 до 7 лет. В этом возрасте на территории области в очереди стоят почти 23 тысячи детей. Подвели главы и некоторые итоги 2012 года. Заречный выделили в программе по проведению капитальных ремонтов домов и строительстве жилья. В последнем городской округ занял одну из лидирующих позиций. Молодцы в этом плане Ками-Суральский, Сухой Лог, Заречный-Девцовский. Практически безупречно идут в этом направлении. Молодцы. Ночная охота на нарушителей. В праздники сотрудники ГИБДД вышли на зареченские дороги с тотальной проверкой. Целую ночь они останавливали водителей за нарушение правил дорожного движения. Этого водителя сотрудники ДПС решили проверить на наличие алкоголя в крови. Алкотестер показал 0,193 промилле. Это значит, мужчина находится в нетрезвом состоянии. За это нарушение ему выписали штраф. За езду в нетрезвом виде в ночь проверки были пойманы 9 человек. Во время рейда автолюбители штрафовали и за другие нарушения. Езду без водительских прав, выезд на встречную полосу и отсутствие детских удерживающих кресел. На днях над водохранилищем можно было увидеть спортивные самолеты и вертолеты. А если быть точнее, их уменьшенные копии. Так новогодние праздники решили отметить зареченские авиамоделисты. Второй год подряд они устраивают на лодочной станции фестиваль для любителей воздушной техники. Подробности авиашоу в нашем сюжете. Минус 23 градуса, снегопад и леденящий ветер. На водохранилище десятки людей, которые в один голос твердят – холод полетам не помеха. Все они – заядлые авиамоделисты. Заречниц Евгений Мохов увлекается авиамоделизмом с 1981 года. За это время он сменил более сотни самолетов. На фестиваль пришел с уменьшенной копией пилотажного самолета «Экстра-300». На таких самолетах мы настоящие участвуют в чемпионатах мира по самолетной акробатике. Акробатические номера показывать сегодня не придется. Зато нужно точно посадить самолет. Между этими двумя полосами. У каждого участника три попытки. Евгений все три раза приземляется с большим трудом. Мешает боковой ветер. Из-за стихии не смог идеально посадить самолет и участник из Тюмени Александр Гловацкий. Справился, в принципе. Считаю, что неплохо, за исключением того, что сложные очень условия. Боковой ветер очень трудно садится. Он беднягых легких самолетов вообще поперек. Заворачивает в обратную сторону. Помимо точности посадки, авиамоделисты также соревновались в воздушном бое и показывали индивидуальные представления. Все модели – точные копии реальной воздушной техники, в основном спортивной. Многие из них были собраны авиамоделистами с нуля. Так или иначе, условия для всех одинаковые. Ради того, чтобы устроить воздушное зрелище, в Заречный съехались порядка 20 авиамоделистов. Среди них – жители Азбеста, Екатеринбурга, Кольцова, Леснова и даже Тюмени. Мы сегодня все здесь собрались просто встретиться, пообщаться, полетать, попускать модельки. А чтобы это дело немножко разнообразить, сделали несколько видов программы. Они не входят в официальные фаёвские классы. Это, так сказать, просто, чтобы всем участникам было интереснее и веселее. Организаторы говорят, фестиваль был рассчитан исключительно на зрелище. Никаких победителей и проигравших. Обычная тренировка в большой компании единомышленников. Настоящее соревнование Зареченский клуб, как всегда, устроит летом. Так что у Александра и Евгения ещё будет время отрепетировать посадку своих самолётов. Мария Морозова, Максим Булыгин, Павел Панов. Детали дня. Хоккейный сезон для зареченской команды «Феникс» в самом разгаре. Наши спортсмены борются за первое место в чемпионате Свердловской области. В новогодние праздники спортсмены уже встретились с двумя командами. Первая игра прошла в Красноуральске. «Феникс» разгромил противников со счётом 11-2. Второй матч прошёл в Заречном. Наши хоккеисты сыграли с командой из Нижнего Тагила. И снова уверенная победа. Счёт 8-1. Поболеть за наших в следующий раз можно будет 13 января. На этот раз «Феникс» сразится с командой из Верхней Туры. Встреча состоится в два часа на корте «Электрона». А теперь о погоде на завтра. Прогноз предоставлен агентством «Гесметио». 10 января в Заречном будет пасмурно. Температура воздуха ночью минус 16, утром на 1 градус выше. Днём температура сохранится, к вечеру понизится до минус 18. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. И на сегодня это все детали. Увидимся с вами завтра в это же время на канале «Заречный ТВ». Счастливо! Счастливо!